Вирус папилломы человека Одной из наиболее часто встречающихся среди молодого населения инфекции, которая длительное время протекает бессимптомно. Опасен вирус тем, что протекая бессимптомно, он встраивается в клетки кожи и слизистых оболочек, развивается там, повреждает ДНК и тем самым приводит к онкологическим заболеваниям. Существует более 200 типов папилломовируса. Из них самые опасные это 16 и 18 тип. Именно они вызывают рак шейки матки. Помимо рака шейки матки, некоторые типы папилломовируса вызывают анагенитальные бордатки или кандиломы. Сами по себе кандиломы не опасны, но они плохо поддаются лечению и даже после удаления возникают снова, тем самым снижая качество жизни пациента. Основной путь передачи ВПЧ-инфекции – половой. Чаще всего вирус передается при первом сексуальном опыте. Вирус проникает через микротравмы кожных покровов или слизистых. По данным исследований, около 80% молодых людей в возрасте до 25 лет заражаются по меньшей мере одним из типов ВПЧ. Тем не менее, заразиться можно и несколькими типами ВПЧ одновременно. К сожалению, барьерные методы контрацепции не обеспечивают 100% защиты от папиллома вируса. Самое важное – это обеспечить защиту до момента первой встречи с вирусом, то есть до первого сексуального контакта. Для этого необходимо вакцинироваться. В городе Москве с 2009 года проводится бесплатная вакцинация против вируса папиллома человека среди девочек 12-13 лет в рамках регионального календаря профилактических прививок. Для молодых женщин старше 18 лет очень важно ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры, которые направлены на раннее выявление заболеваний женских органов и своевременное успешное лечение. Для иммунизации в рамках Московского календаря профилактических прививок используется 4-х валентная вакцина против вируса папиллома человека. Вакцина защищает от 4 опасных типов вируса – 16 и 18 типов, которые вызывают рак шейки матки и другие онкологические заболевания, а также 6 и 11 типов, вызывающих аногенитальные кандиломы. Вакцина не содержит живого вируса. В ее состав входят белковые частицы, синтезированные искусственным путем, в ответ на которые организм вырабатывает стойкий длительный иммунитет против вируса папиллома человека. Иммунизация проводится двукратно с интервалом 6 месяцев. Прививка переносится хорошо и может сочетаться с другими вакцинами. Следует отметить, что для здорового ребенка не требуется консультация врача-гинеколога, а также иные обследования и анализы. В настоящее время вакцинация против вируса папиллома человека проводится в 140 странах мира. В Москве вакцинация начата с 2006 года, а в 2009 году была включена в региональный календарь. За весь период вакцинации сделано больше 400 тысяч прививок и не было не зарегистрировано ни одного постфакционального осложнения. Вакцина показала себя как эффективный, нереактогенный, надежный препарат. Бытует мнение, что вакцинация вызывает у женщин бесплодие. Многочисленные мировые исследования показали, что разницы развития бесплодия у вакцинированных ранее женщин и не вакцинированных. Нет. Более того, прививка даже защищает женщин от бесплодия, так как заболев раком шейки матки, при дальнейшем лечении риск развития бесплодия высокий. В московских городских детских поликлиниках всегда рады видеть вас и вашей дочной приеме для вакцинации против вируса папиллома человека. Я, в свою очередь, хочу защитить свою дочь и обеспечить ей здоровое будущее. Именно поэтому мы сделали прививку против папиллома вирусной инфекции. Защитите своего ребенка сейчас от опасных заболеваний в будущем.